Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Яна, и у нас с вами Мукбанк. Всем собирается есть кушать. Приятного аппетита! Давайте это делать вместе! Я есть хочу просто честно. У меня сегодня немножко борщичка с зеленью, с чесноком, с луком и с майонезом. Он уже такой, это знаете, как говорится, остатки сладкие, но я не люблю густой, поэтому я люблю вот это вот. Салатик. Салатик у меня здесь, перчик болгарский, лучок, листики салата и огурчик. Помидоры уже сейчас такие невкусные, поэтому я уже как-то стараюсь без помидор. Они какие-то кислые. Ну что, давайте начнем. Погоду я нашу выкладывала. На зену у нас всю ночь шел снег. Утром еще было более-менее, а вот в обед, когда я снимала, мило просто, знаете, мило сметало все, и ветер такой, как оголочками прокалывал тебя просто. Я еще пошла в кроссовках. Ну вроде минус звали, так холодно, но у меня так замерзли ноги. Так что я сейчас буду доставать зимнюю обувь. Как вкусно. Я планирую еще один банк, может быть, сегодня отснять или завтра, не знаю, короче. В общем, я готовила перец фаршированный, но я пока не буду рассказывать, чем я его фаршировала. Я уже тогда, когда снимать буду. Я хотела сейчас этот мукбанг снимать, но поняла, что я хочу больше я. После вот такой вот погоды. Так что, кто не подписан на мой дзен, подписывайтесь. Там прогноз погоды в прямом эфире. Девочки, спасибо всем, кто пишет. Танюша, спасибо, что ты мне рассказал все про майонез и что он у вас продается. Жалко, что только как на оптовках. А почему? Я вот тоже в интернете много искала, думала, где-то купить, как-то заказать, именно вот такую вот банку. Но нигде не нашла. Странно, что его нет на валсбересе. Потому что маленький есть, а большого нет. Это я про майонез от Тоди рассказываю. И про пенси. Пенси, да, я точно знаю, что есть. У меня друг. Ну, мой одноклассник, он мне как-то пишет. Мы так иногда общаемся. И Анна, я, говорит, был там в Новосибирске у кого-то тоже у него там. Друзья. Гостя. Он говорит, ты представляешь, здесь есть пенси. Я говорю, блин, офигеть, как здорово. Мы просто... Кто там дружили, кто одноклассники, просто мои друзья, мы, большинство из нас, мы разъехались по миру, скажем так. Потому что мы дети военных, в большинстве своем, конечно же. Вот. И как-то мы немножко с кем... Ну, не со всеми, но стараемся поддерживать какие-то отношения в любом случае. Вот. Поэтому про пенси, или как это правильно называется, пигоди, для нас это такая тема. Для детей, кто жил на Дальнем Востоке. Я обожала. У меня есть этот рецепт дома. В блокнотике записан. Самой приготовить. Ну, не знаю. Мне кажется, все равно то пальто не получится, как продавали там. Но надо попробовать. Кто пробовал, пишите. Так что... Опять я, видите, в 90-е укатилась. Ну, у меня же есть новые зрители. Которые не знают, что я очень люблю 90-е. Еще девочка училась. Со мной в классе кореянка. Ну, наполовину. И... Раньше же в 90-х были вот эти вот. Я сейчас тоже это с умилением всегда вспоминаю. Не то, что сейчас. У нас были чаепития. Также вот в конце четверти... Нет. У меня... У Евы тоже есть. Чаепития. Нету чаепития, нету, вру. Вот просто... Их поздравляют там, именинников, и все, там, родительский комитет покупает какой-нибудь сок, там, какие-то вкусняшки и все. У нас такая чаепития была. После уроков мы собирались, приносили какие-то вкусняшки, каждое, то, что считают нужным. Накрывали столы, пили чай. У нас была дискотека. Ну, это может быть не в начальной школе, но в начальной школе тоже были чаепития. А ты вот уже постарше, там, пятый, шестой, седьмой, наверное, класс. Восьмой, девятый. И это было так здорово, уже так сближало. Ну, я к чему это говорю-то? Девочка, яночка, которая, у нее мама, всегда делала для нас вот эту вот морковскую по-корейски. Кто помнит, вот в такой вакуумной, как бы, в пакетах. Ну, вот так можно было прям высасывать. Ой, вкуснее морковки я не ела, я не пробовала чем-то. Понятно, что тогда все казалось вкуснее, сейчас мы такие зажиратые, зажравшиеся уже. Сейчас чего только нет. Но такого вот, как тогда, нет. Так что... Так что, Тань... Увидишь, дед, прям все сфоткать для меня. Ну и, друзья мои, короче, я наелась. Сейчас мне будут опять писать, опять-таки не доело, но... Я не хочу больше. Я еще у меня ела сегодня, пришла после школы домой без мешка для обуви. Они меня, кстати, напрягают, эти мешки для обуви. Вот, кстати, у нас в 90-х мы надели с пакетами обычными для сменки. Они сейчас придумали какие-то мешки для обуви, в которые нифига не влезают. Ну, не суть. Вообще, она пошла без мешка. Я пошла. Ну, тут же оделась, пошла. Мешка нет, нигде нет. Ни противалки, ни в вестибюле в этом, ни на вахте, нигде. Ну, обычно вещи находятся, но не знаю. Ну, ладно. Там просто были кроссовки, туфли. Сформация ручная. Убывает. У нас дети забывают вещи в школе? Ушный салат, кстати, с майонезом. Мне захотелось с майонезом именно. Ой, как вкусно. В общем, я хочу купить себе свитер Барби. В общем, короче, вчера увидела в магазине. Висят много разных моделей. И вот думаю, надо оно мне видеть. Как думаете? Вы бы купили себе? Я вот сижу и думаю, надо оно мне или нет. В общем, друзья, вкусно поела. Всем спасибо, кто смотрит. Всем приятного аппетита. Я пошла готовить для вас новые мубанги. Всем приятного просмотра. Ваша Яна. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok